Время Отца и Сына и Святаго Духа Сегодня мы слышали Евангелие о Весноватом. Пришел человек Спасителя и просит из цели сына моего, твои ученики. Я просил учеников твоих, они не смогли. И Господь исцелил, изгнал бесов. И потом ученики спрашивают, почему мы не могли? Господь в этой родстве изгоняется постом и молитвой. Тема на сегодняшний день очень актуальна. Причем она как снежный ком с горы. Эта актуальность нарастает. И началась эта актуальность после развала страны, когда из-за границы там хлынула всякая гадость, начиная с искусства и кончая гадостьами. Но мы можем сказать, да, там много чего есть о нечистой силе и так далее. Но нас заражают этой нечистью. Аккуратно, потихонечку. Начали развращать опять перестройку. Сначала разврат, блудок. Вот, оказывается, все блудные, оказывается, это нормально, оказывается, это хорошо. Оказывается, надо брак и медь развратили. А каждая страсть, она так или иначе превращает человека в какую-то нечистую силу. Дальше стали гордыни развращать. Помните, там 40 лет назад в фильмы пошли. Причем женщин начали. Ну как сатана начал. Не садам, а с Евы начал. Так проще, так удобнее. Начали женщин, гордыня, упрямство, строптивость. Настырность. Я независимая, я самостоятельная. Во всех фильмах, там женщины, сериалы были, там, бразильские, мексиканские. Я, 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 короче, я. Я крутая. Да никто там ползал за мной. То есть вырастили одно поколение, другое, третье поколение. Гордыня стала фантастической. Мы превратились в бесов. Мы не можем нормально разговаривать. Мы общаемся, оказывается. Общаются бесы в аду. Люди разговаривают за какой-то конкретной цели. Мы, если разговаривать, ради процесса разговора, причем каждый хочет доминировать. Слушайте меня, и только меня, и кроме меня. Никого не слушайте. Я должен говорить. Я должна говорить. Все. То есть гордыня. А гордыня это что? Это грех сатаны. Чем больше мы в гордыне, упрямство, строптивость, настрылость, своеволие, своеволие, своеволение, своему мнению, в саможелении, чем мы ближе к дьяволу, мы превращаемся в бесов. И, естественно, приходит грань, когда он в нас вселяется. Еще нас разратили, начиная с 85-го года, увлечением магии, оккультизмом, эзотерикой, экстрасенсой, целителей и прочее, биодерготерапевт и прочая гадость. Гороскопы и прочая ерунда. Это все контакты с нечистой силой. Я подробнее сейчас записать не буду, но это все контакты с нечистой силой. Если кто не верит, многие там, человек философ, да откройте священное писание, Библия есть, и про астрологию сказано, и про тех, зрителей сказано, причем коротко, емко, одной фразой. Там все есть. Нет. Мы сначала спорим, мудрствуем, все заказываем. Ну, естественно, на 100 главный, мудрователь. Сатана. Если вы чем мудровать, что-то говорит, что-то каких-то там ходит, измышления говорит. Это не наше измышление. Они там приходят откуда-то. Я говорю, я однократно обетил. И где-то приходит грань, когда человек опять, ну, это содержимое нечистой силой. Через гордыню, через это. Нам сейчас силили еще одну страстишку, вернее, страсть большую. Страх. Нас-то учили бояться того, чего нету. Каких-то вирусов несчастных учили бояться нас. Так, и мы боимся. И когда человек говорит, что, ну, были вирусы всю жизнь, не боялись и не умирали. Нет, ты не понимаешь, это вирус. Это особый вирус. Да не всю жизнь особый. Нет. Страх. Страх, страх, страх. И, и бей веру, все будет нормально. Угодно Богу, чтобы ты умер, ты умрешь, хоть на голове, стой, умрешь. Угодно Богу, чтобы ты был живой, при любом тяжелом заболевании, будешь жить. Положись на воле Божьей, все будет по воле Божьей. А Бог лучше знает, умереть нет, сейчас прям, или жить. Бог лучше знает. нет. Значит, нету веры. То есть, раз мы имеем страх, мы теряем веру. А дьявол приходит через страх. То есть, опять одержимость. Опять одержимость. Но самая страшная одержимость нам приходит через зазеркание. То есть, смартфоны, через интернет, телевидение и прочее. Причем, началось с литературы. Потому что, что такое литература? Это тоже виртуальный реальность. Полношу, вымыслен. Это то, чего нет. Но это мелкие. Видите, более похожи. А интернет, интернет вообще там, и человек подойдет, зависимость. Но, еще, кроме того, что сам интернет виртуальный реальность, а Бог реальность, это виртуальный, значит, имея контакт с виртуальностью, мы имеем контакт с бесом, как бы мы сегодня объясняли, что это техника, как технический прогресс, технологии, достижения и так далее. Любая виртуальность, это нечистая сила. Научная виртуальность, не научная виртуальность, не важно. Это нечистая сила. Техническая, технологическая, это контакт с нечистой семьей. И мы контактим. Но еще, через эту виртуальность, нам еще преподносится, сколько разных молодежь увлекается, допустим, всякими этими песнями, там музыка, рок-музыка и прочее. В том же интернете можно найти, там люди показывают, рассказывают, как, где поклониться, да не, где символы сатанинские, где там масонские символы. Короче, бесовщины насыщено все. Мы просто не видим, не знаем и не понимаем. А дьяволом ими пользуемся. Потому что Бог открыто о себе говорит и себя не навязывает. Потому что добровольно. А сатана скрыто, подпольно. Самая лучшая задача для дьявола сделать вид, что его нету. А человек лучше всего ему подчиняется. И навязывают нам разные сатанинские тексты, богохульство и прочее. И мы это уже видим, уже много лет это видим. Сейчас я тоже говорил, раньше детей крестишь, там 30-40 лет назад крестишь, и видно, вот он такой маленький, там она, а видно, у него благодать все, что радуется, душа радуется. Я не знаю, понимает, он непонятно, но душа у всех радуется. Это видно было. Сейчас есть купельня в соне, что он орет, как бесноватый. Причем, так раскорячивается, что он при всей своей силе попробует его засудить купить. Или сколько раз причастки приносят, 4 уважаемых алтарника держат, папа, мама держат, и нельзя причастки в рот положить. Там такая силища. То есть, это беснование. Теперь, беснование что мы видим? У кого-то страхи необоснованные, кто-то темноты боится, а это что, не одержимость? Одержимость. Кто-то не владеет своей злостью, раздражительностью, ну и так далее. У кого-то гордыни, пусть будет у него хуже, но по-моему, это тоже одержимость. Но до каких пределов с ней можно бороться, пускай в пределах с ней уже бороться очень тяжело. А значит, дьявола нас всех сделать одержимыми, чтобы когда он придет, антихрист, чтобы мы его приняли с радостью, потому что мы одержимы, мы Бога будем ненавидеть, а ему радость. А Богу, я говорю, Богу ненавидеть, мне кто-то, ну как так, Бог, а Бог. А давайте посмотрим. Давайте сначала окунемся во времена Спасителя, когда Господь пришел, сколько чудес, сотворил, сколько там всего? Ничего. Когда Он пришел, воскресил Лазаря, который четыре дня уже гнил, конкретно гнил, воскресил, и у нас жил, и пошел в Иерусалим, народ радовался до ужаса. А Бог что говорил? Радуйтесь не Богу, а то, что питью хлебами пять тысяч накормил. Я еще раз повторюсь, пять тысяч только одних мужчин, сказано, женщин с тобой, значит, уже тысяч 12, наверное, дети были, может, там тысяч 15 было. Значит, чему радуются? Вот Он может нас кормить, Он может нас исцелять, Он может мертвых воскрешать, вот нам кто нужен. То есть, им не нужно Царство Небесное, им нужно спасение, им нужна эта земная жизнь. И когда Бог их стал учить уже духовные, то есть, Царство Небесное, что стали? Распни Его, такой нам не нужен. Давай теперь на себя в своей души посмотрим. Ведь мы приходим в цех, да, надо молиться, да, Богу, но опять наши молитвы до 90%, у кого-то больше, у кого-то меньше, из чего состоят? Господи, дай в этой жизни, Господи, помоги, в этой жизни, Господи, дай здоровья, Господи, реши проблемы у детей, Господи, помоги мне это, помоги, то есть, все вопросы по земной жизни просим у Бога, абсолютно все. И даже не думаем то, что многие наши проблемы и болезни мы сами себе создали своими грехами, своими неправильными, своей гордыней, даже на эту дебу и думать не хотим. Значит, мы подумали с тем, о которых Бог говорит. устами хвалит меня, сердце и далеко от меня. То есть, люди далеки от Бога. Им Бог нужен для потребительских целей, общества потребления. И Бог пытается приспособить для своего потребления. И, естественно, если у нас такая черствость возникла, то дальше мы будем еще больше деградировать. А если нам Бог что-то не даст, ради нашего же блага, то многие из нас и ропщут, и обижаются на Бога. И он как раз обидит, а вот он хороший такой, а он все дает. Он, конечно, даст ничего, не даст, он будет делать все, что он такой крутой, все дает. Естественно, многие будут на Бога обидеть, и за Него проголосуют. Это цель сатаны нас увести от Бога. Так вот, на сегодняшний день это евангельское чтение очень актуально, потому что тогда мы вели единицы были, а сейчас мы все одержимы. Даже так, не обижайтесь. Кто из нас сейчас придет домой, не достанет смартфон или плачет, не будет в течение дня? Кто не достанет? Кто не будет смотреть в течение дня? Друг с другом сгартфон сидит одержимы? Мы уже одержимы. А еще нормальные, все хорошо, все прекрасно, там какие-то бесноватые, совсем бесноватые. Мы и так и устанем, если будет, тут вылезать не будет. Да уже одержимы. Поэтому с этим надо бороться. Нам Господь Иван об этом, что мы уже одержимы, мы должны бороться и с гордыней, и с упрямством, и с глупыми играми, и с всем остальным. И с этой виртуальной заразой, потому что это самое страшное. Через нее мы ближе всех, кто принадлежит к дьяволу. И опять же, Бог в этой родности изгоняется постом и молитвой. Да, многие из нас постятся. Многие ищут болезни сразу. Какую болезнь взять, чтобы сделать все послабление постом. И подходит батюшка благословит, мне врач сказал, причем, ну, одни да, вот, серьезные заболевания, когда действительно надо, что-то скоровное, реально, серьезное. Но много подходит с чепухой. Молочко благословит, мне врач сказал, а мне ножки болят, а мне это болит, мне нужно молочко, и так далее. Но две недели можно потерпеть. Нет. Ищем разные предлоги. Да ладно, будем считать, что-то нет. Пастимся. Опять же, с трудом, со скрипом, а не с радостью. Все, я через воздержание, я приближусь к Богу, нету этого. Просто, просто положено. Да, трудно, да, тяжело, положено. И вас не было. И молитвой. И какая наша молитва, опять же, это сплошное заставление себя. И какое переходит в вычитывание. То есть, просто отбарабанил там про себя, даже не вникая, а молитва, это что-то, беседа с Богом, беседа с Богом. Еще что, беседа. Так, а мы его что, оттороктел сам про себя, может быть, тихо там, без слов, без слов. Ну, а так, про чем это разница, молитва? Так вот, зависимости наши бесконечно именно постом настоящим, то есть, надо себя заставлять спаститься с радостью. И молитвой настоящей, которая тоже, опять, заставляет, которая надо заставлять, потому что и Бог, нам говорит сейчас апостол Павла, верность, возгревает заставление себя. Тогда мы с Божьей помощью и с помощью штекта, с Божьей, избавимся от этих одержимостей. Аминь. Продолжение следует...